Праздник О тех событиях, которые непосредственным образом предшествовали тому, как именно в этот мир пришла Пречистая Дева Мария. Мы рассказывали сохранившуюся в священном предании историю о том, как праведный Иоаким, отвергнутый священником, который воспретил приносить ему жертвы в Иерусалимском храме по причине того, что у него не было детей, Он, тяжело скорбя в своем сердце, не пошел в свой дом, но удалился в пустынные места, лежавшие в удалении от Иерусалима, и там в пещере, в таком пустынном уединении, молился о даровании ему чада. Точно так же поступила и праведная Анна, и вот они-то и сподобились родить этот мир при чистой владычестве нашего Богородицы. Но само Рождество Дева Марии, естественно, произошло не в пустыне, не в пещере, а совершилось в городе Иерусалиме, где и жили ее праведные родители, Иоаким и Анна, ну или по крайней мере где у них был дом. Вот современная такая уже тоже достаточно заслуживающая внимание и многолетняя традиция указывает местоположение дома при святой Богородице, неподалеку от тех ворот, которые сейчас называются чаще всего львиными воротами. Существуют также не совсем верные, хотя и довольно привычные, это уже сейчас для паломников и жителей Иерусалима, названия, которые именуют их воротами Стефана Святого. Но эта традиция возникла в XIX веке, когда за Стефановыми воротами, на самом уже спуске к Кедронской долине, откуда дальше идет подъем на Леонскую гору, был построен небольшой храм и монастырь в честь святого первомучника Стефана. Но надо сказать, что древняя церковная традиция всегда считала, что святой первомучник Стефан был выведен из города Иерусалима и побит камнями именно на северной оконечности Иерусалима за так называемыми Дамасскими или Шхемскими воротами. Они-то как раз и назывались воротами Стефанов в более-таки давние времена и еще в V веке императрицей Евдокии, которая находилась здесь в Апале, в изгнании, было построено великолепное аббатство Святого Стефана, в котором и была погребена сама Евдокия и ее дочь тоже Евдокии. Сейчас это аббатство восстановлено французами и называется аббатство Сан-Этиен, но надо сказать, что оно очень достаточно так точно воспроизводит интерьеры древнего византийского храма или экстерьеры, и в общем-то можно туда тоже смело как-то прийти и поклониться месту, которое церковное предание в течение многих веков считало за место побиения камнями Святого Первомученика Стефана. Итак, дом родителей Престой Богородицы находился рядом с воротами, которые называются Львиными воротами, ну, также иногда называются воротами Кедронскими или воротами Иосафата, поскольку это долина, в которую они ведут, называлась Долиной Иосафата. Ну, а мусульмане нередко называют эти ворота Баб-Сити-Мариам, ворота Девы Марии, потому что именно от этих ворот ближе всего к Гефсимании и к гробу Пресвятой Девы Марии, о котором мы также недавно рассказывали в связи с Великим Праздником Успения Пресвятой Ладычицы Нашей Богородицы. Вот буквально прямо совсем рядом в двух шагах от этих львиных ворот находится современный монастырь Рождества Девы Марии в Иерусалиме. Но надо сказать, что сами постройки монастыря не отличаются какой-то особенной древностью. Место это с небольшой пещерой и с древней пещерной византийской церковью, по преданию как раз-таки, где и находился дом праведных Иакима и Иоанна, было выкуплено православными греками для строительства здесь греческого консульства в 1874 году. Поэтому и здание это строилось не как монастырь, а скорее именно вот как такое светское консульское здание, в первом этаже которого находился храм в честь Рождества Девы Марии, а также спуск вот в эту самую древнюю часть, расположенную довольно глубоко под землей, с древней византийской церкви, о которой мы уже говорили. Верхние этажи должны были занимать сотрудники консульства, но фактически получилось так, что вот к 1907 году, когда был закончен и в том числе не без российской помощи храм монастыря, это здание уже стало известно именно как монастырь, принадлежащий Иерусалимской православной церкви. Сюда приходят православные паломники для того, чтобы поклониться именно православной святыне и тому месту, которое считают православным подлинным местом, на котором когда-то стоял дом правильных Акима и Иоанны. Католическая традиция полагает то же самое место буквально в нескольких метрах оттуда, но у них одно находится на территории монастыря Святой Праведной Анны, который также известен как Вифезда или Пработика. Дело в том, что этот монастырь в том числе занимает и очень такой важный в историческом и в евангельском отношении участок, на котором находилась та самая упоминаемая в Евангелии от Иоанна Вифезда, то есть тот крытый притвор, построенный над купелью, в которую раз в год по преданию опускался ангел, возмущал своим крылом воду, тот, кто первый в нее входил, бывал, получал исцеление от любого недуга, которым был одержим. Именно там совершилось исцеление расслабленного, что и стало предметом празднования четвертой недели по воскресению Христову, по Пасхе, неделе о расслабленном, которое так и известно, таким образом и называется. Но дело в том, что в 11-12 веках, когда этот участок оказался, как и весь город, в руках крестоносцев, завоевавших древнюю святыню Иерусалима, память о Вифезде была утрачена, пруды были засыпаны, и крестоносцы считали, что это место связано только лишь с домом праведных Акима и Иоанны. Поэтому в 12 веке здесь было построено великолепное совершенно аббатство с прекрасным таким белоснежным храмом. И надо сказать, что сейчас это практически единственный храм 12 века, который уцелел в Иерусалиме с тех пор, ну не считая храма гроба Господня. Произошло это потому, что после завоевания Иерусалима с Аллахаддином в конце 12 века здесь была устроена мечеть. Сам же храм был построен очень основательно, великолепно. Аббатство было очень таким процветающим, богатым. Одно время его аббатистцей была Иветта, сестра, младшая сестра, знаменитой королевы Иерусалима Мелисенда, о которой тоже мы как-то уже упоминали, бывшей дочерью короля Баудуина II и матерью Баудуина III, таких известных в истории Иерусалимского королевства правителей. Вот благодаря такому царскому родству обитель это получал очень богатые вклады. По сохранившимся свидетельствам монахини, там ели серебряных блюд, пользовались серебряными кубками, и вообще монастырь был таким процветающим, показательным. Ему принадлежал целый ряд лавок, в том числе монастырская лавка занимала одно из помещений храма Гроба Господня. И до сих пор с обратной стороны, с улицы той самой, которая ведет от Иерусалимской патриархии к Гробу Господню, есть место, где можно увидеть сохранившуюся арку от этой церковной лавки, принадлежавшей монастырю Святой Анны, и особый знак, высеченный на камне, изображающий буквы А и С, то есть Святая Анна, Сент-Анна, знак принадлежности этого места к монастырю Святой Анны. Есть в сохранившихся до сих пор крестоноских постройках старого города Иерусалима и другие места, где можно увидеть тот же самый символ. Сохранился он и на Виадуа Роза, с одной из самых, наверное, сейчас известных улиц, по которой паломники идут к Гробу Господню. И поэтому в какой-то момент слава этого аббатства, ну вот где-то, может быть, даже затмило перед паломниками того времени святости православного монастыря в честь Рождества Престой Богородицы. Обитель в виде медресе, то есть такого вот как бы училища для желающих изучить тонкости исламского богословия, просуществовало до середины XIX века, когда пришла выпадок, обвалилась кровля этого великолепного собора, и в 1856 году турецкий султан Абу-Меджид подарил развально этого храма вместе с подлегающей к нему землей французскому правительству в благодарность за ту помощь, которую Франция оказала Турции в печальной памяти для нас Крымской войне, которую Россия вынуждена была вести против Тройственного Союза Англии, Франции и Турции. Именно благодаря этому здание католического монастыря аббатства Святой Анны вновь оказались в руках католической церкви французов, и сейчас здесь расположен монастырь Ордена Белых Братьев, который в основном занимается проповедью среди населения Африки. Замечательная обитель, которая тоже связана с родом и семейством Пресвятой Владычицы Богородицы, находится совсем неподалеку от храма Воскресения Христова, храма Гроба Господня, и называется этот монастырь Малой Панагии. Вообще говоря, посвящен он празднику Сретения Господа нашего Иисуса Христа, который тоже одновременно является и праздником в честь Спасителя, и праздником в честь Пресвятой Владычицы Богородицы. Но построен этот монастырь Малой Панагии на месте дома бабушки Пресвятой Владычицы Богородицы, которую также звали Мариам. И вот в небольшом, но очень древнем храме этой обители сейчас можно встретить удивительную, совершенно уникальную икону, на которой изображено три поколения женщин. Там изображена бабушка Пресвятой Владычицы Праведной Мариам, которая держит на своих коленях Праведную Анну, свою дочь, а та на своих коленях держит Пречистую Деву Марию. И вот такая совершенно уникальная икона с тремя поколениями рода Пресвятой Богородицы, ее земной семьи, украшает сейчас с собой эту замечательную обитель. Но надо сказать, что это не единственная святыня монастыря, и благодаря этой своей святыне монастырь носит еще название Малой Панагии Сейданайской. Дело в том, что здесь когда-то была явлена чудотворная икона Пресвятой Богородицы, которая получила название Сейданайской иконы. Иконы, часть которой представляла собой как бы живую плоть. По преданию, эта икона была отнесена святой равноапостной феквой ученицы апостола Павла в Сирию, где она проповедовала. И там в честь этой иконы был устроен знаменитый Сейданайский монастырь. Это одна из таких крупнейших, древнейших и славных обителей Сирии, которую, по счастью, пощадила бушующая, вышивавшая там война. Находится этот монастырь не так уж далеко от Дамаска. Надо сказать, что в совсем недавние времена, буквально на нашей памяти, в начале 2000-х годов, там тоже произошло совершенно потрясающее великое чудо, связанное как раз таки с вот этой Иерусалимской иконой Сейданайи, перенесенной из Иерусалима в Сейданайский монастырь в Сирию. Чудо это состояло в следующем. Однажды в Сирию приехал один очень такой богатый, состоятельный араб из Саудовской Аравии вместе со своей женой. Бедой этой благочестивой и доброй мусульманской семьи было как раз таки то же самое несчастье, которое когда-то постигло правильный Хааким и Иоанну. У этой арабской семьи не было детей. Ну, конечно, богатый араб мог бы завести себе и вторую, и третью жену, но он был очень привязан, очень сердечно любил свою избранницу и поэтому не желал, чтобы кто-то в доме составлял ей вот какую-то такую естественную, понятную конкуренцию и очень надеялся на то, что несмотря на то, что уже многие годы этого супружества прошли без благословенного потомства, он все-таки надеялся его получить. И вот, прибыв в Сирию и поехав по каким-то своим делам, он взял в аэропорту местного таксиста, который и возил его с женой по его там просьбам, указаниям, выполняя его поручения. Таксист этот оказался человеком разговорчивым, и араб поведал ему свою историю, этот вот Саудит, на что водитель такси, который был христианином, ну или, по крайней мере, был осведомлен о христианских святынях Сирии, предложил отвезти эту пару в Сейдональский монастырь для того, чтобы перед молитвой к чудотворной иконе, у которой Матерь Божия слушает не только христиан, но и представитель любой другой веры, они спросили себе вот погадать рождение ребенка. Так они и поступили. Вместе с женой араб приехал к иконе Пресвятой Богородице Сейдональской. Они усердно там помолились, и действительно свершилось чудо. После того, как они вернулись к себе обратно в Саудовскую Аравию, в скором времени выяснилось, что жена его забеременела и готова родить ребенка. Окрыленный этим чудесным известием, этим сведением, получив столь давно желаемое и просимое, этот араб пожелал отблагодарить Сейдональскую обитель, в которой его, надо сказать, очень так сердечно приняли с его бедой. Поэтому он собрал большую сумму денег, порядка сотни тысяч долларов, для того, чтобы передать ее в монастырь. Из этой суммы он пообещал довольно большое вознаграждение и тому самому своему знакомому водителю, для того, чтобы тот благополучно и безопасно отвез его в монастырь. Ну вот, что называется, дьявол попутал. Этот самый сирийский водитель в своем сердце принял такой недобрый помысел о том, чтобы завладеть всею суммой, которую добрый араб предназначал в качестве благодарности монастырю Престой Богородицы. Он подговорил еще двоих своих друзей, и вместо того, чтобы отвезти благочестивого араба туда, куда он просил его отвезти, они завезли его в пустыню, убили, разрубили на части куски его тела, положили в багажник для того, чтобы уехать в еще более какое-то дикое место и там где-то вот скрыть следы своего преступления, завладев вот чемоданчиком с деньгами. Но, к несчастью для этих разбойников, у них вдруг вышла из строя машина. Они вынуждены были остановиться у дороги для того, чтобы ее ремонтировать, открыв капот. Полицейский, который проезжал мимо, остановился с единственной целью для того, чтобы помочь бедолагам по такому вот восточному дружелюбному обычаю разобраться с возникшей у них поломкой, поддержать им советом или просто сочувствием. Но, подойдя к машине, у которой хлопотали двое злоумышленников, он вдруг увидел, что из багажника течет кровь. Поэтому он немедленно арестовал этих убийц. Но самым удивительным было то, когда они открыли багажник. Он потребовал открыть багажник, из которого так явно текла кровь. Но, как только его дверца оказалась открыта, оттуда вышел совершенно невредимый, убитый этими злоумышленниками араб. И рассказал, что во все то время, пока они пытались починить машину, ему явилась Матерь Божия и по кускам собрала его тело и шила, соединила вместе, даровав ему за его богочестие вот новую жизнь и возможность опять вернуться к жизни. Ну, нетрудно представить себе, что злоумышленники, которые увидели это и услышали эту историю, и едва ли не сошвали с ума от ужаса, когда увидели свою жертву невредимый, вылезающий из багажника их собственного автомобиля. Поэтому они, конечно, не решились отказываться, отпираться, отрицать свою вину, но тут же ее признали, были осуждены, получили строгое наказание за свое преступление, а араб, во-первых, отблагодарил Пресвятую Богородицу, отблагодарил монастырь, и вот явившемуся ему Деву Марию, покровительную Святого Монастыря, за свое такое двойное спасение и от бесчадия, и от убийства, а вернувшись в Саудовскую Аравию, вместе с женой принял православие. Ну, правда, ему пришлось бежать в Британию для того, чтобы скрыть себя, свою жизнь от тех угроз, которые в его адрес поступали, потому что поначалу он, конечно, явно и широко проповедовал о совершившемся с ним чуде. Один наш знакомый русский человек специально ездил в Сирию, приезжал вот в этот Сейданайский монастырь для того, чтобы убедиться в правдивости этой истории, о которой очень много тогда писали и греческие, и местные арабские газеты, которая была у всех на слуху, и, надо сказать, что встретил людей, которые подтвердили ему истинность вот этого совсем недавно случившегося, произошедшего чуда. Ну, а чудотворную копию Сейданайской иконы можно видеть вот в посвященном ей монастыре Малой Панагии в Израиле, в городе Иерусалиме. Но не только Иерусалим пользовался честью дома Пресвятой Владычицы Благородицы. Этой честью достоился также и город, который тоже сейчас редко посещается православными паломниками. Называется это место Бейджи Брин по-арабски. Древние названия их было несколько. Когда-то этот город назывался Бет-Куврин, когда-то назывался Мареша. В византийский период он назывался Элиферополь, город свободы. И там произошло очень много каких-то таких примечательных событий, но в том числе там был построен великолепный византийский собор и монастырь в честь праведных Акима и Анны. В честь праведной Анны был построен великолепнейший собор, впоследствии перестроенный крестоносцами. Но сейчас от всех этих построек, к сожалению, остался только лишь алтарь, ну правда впечатляющий, огромного размера, алтарь собора в честь святой праведной Анны. Еще одним таким очень интересным местом, но лежащим совершенно далеко от того, о чем мы сейчас с вами говорили, недалеко от Назарета, в 10 километрах, находится замечательный город Цеппори, древний Сепфорис. Вот его тоже связывали с именем праведных Акима и Анны и указывали там поместье праведного Акима, где он познакомился с своей избранницей, будущей супругой, святой праведной Анной. Цеппори не имеет византийской традиции, которая бы говорила о том, что там находилось место, связанное с праведными Акима и Анной. Это уже более позднее такое крестоноское предание. Но тем не менее, само это место, конечно, заслуживает посещение паломниками, что, к сожалению, происходит очень редко. Когда-то это был замечательнейший, совершенно потрясающий город, потрясающий по своей красоте, по своему богатству, построенный в окрестностях такого живописного холма. Своё название Цеппори он получил, вероятно, после вот этого вот искажения Цеппориса изначального своего имени, благодаря тому, что Цеппорис похожа на ципор. А ципор – это по-еврейски птица. И вот еврейские книжники говорили, что Цеппори похож на птицу, сидящую на вершине холма. Город этот строился, как такая античная столица Галилеи. Первое укрепление там стал возводить царь Ирод Великий, устроивший там свой арсенал, а его сын Ирод Антипа захотел там сделать такую вот одну из столиц своего царства. Не еще прежде, чем он начал строить Тепперию, он решил построить, вот создать свою столицу в Сеппорисе. И надо сказать, что место это примечательно тем, что там, скорее всего, в действительности бывал при своей жизни Господь наш Иисус Христос в детском возрасте. Потому что на постройку, такую масштабную стройку этого города, были собраны все плотники со всей округи. И, скорее всего, пожилой плотник Иосиф из Назарета, который лежал совсем-совсем рядом, буквально в пешей доступности от новой столицы Галилеи, ну, с большой очень долей вероятности ходил туда для того, чтобы потрудиться там вместе со своим, ну, таким вот названным сыном, сыном, рожденным от Духа Святого, Господом Иисусом Христом. Ну, усилиями этих строителей город получился действительно невероятно великолепным. Сейчас там сохраняются одни из самых, наверное, вообще потрясающих на всей Святой Земле мозаик. Под особым таким охранным куполом на вершине холма сохраняется мозаичный пол древней римской вилы, на котором мозаикой с большим богатством и красотой подобранных цветов были выложены сюжеты, такие вот античные свадьбы Диониса и апофеоза Геракла. Там же хранится присутствующий на этой мозаике совершенно потрясающее изображение женского лица, женский портрет, который сейчас называют, ну, просто Галилейской Венерой, Венерой, благодаря той удивительной красоте, которой обладают черты этого лица. Помимо этого, там сохранилось большое количество других очень интересных мозаичных полов, древних таких вот античных вил, которые украшали собой этот город. В частности, например, такое масштабное мозаичное полотно, которое называется «Торжество Нила». И там тоже присутствует тот самый Ниломер, о котором мы однажды рассказывали, когда вот говорили о церкви умножения хлебов в Табхи. Совершенно замечательная была выполнена в мозаике по всей вероятности детская комната, на которой до сих пор можно видеть очень такое изобразительное, очень такое умилительное и живое изображение кролика с морковкой, такое вот выполненное художником, явно для того, чтобы порадовать какого-то жившего в этом доме ребенка. Совершенно уникальное изображение сохранилось и еще в одной вилле, которая передает образы всевозможного веселья и отдыха, которым предавалась античная молодежь, античные жители этого города. Вот конкретно эта мозаика симпатична и примечательна тем, что на ней сохранилось, наверное, древнейшее в мире изображение самовара. Да-да, именно самовара. Мы вот как-то так привыкли ассоциировать самовара с тульскими заводами, с русской традицией чаепития, с сапогом, которым раздувается, его труба, наполненная шишками. На самом деле самовар это совсем не наше изобретение, как и многие другие вещи. Мы заимствовали его из быта Византии, а та, в свою очередь, из еще более древних времен. Вот о чем говорит эта мозаика по всей вероятности II века после порождествия Христова, которая изображает жителей города за их любимым времяпрепровождением. Они проводят так называемый симпози или симпозиум. И если сейчас это мероприятие представляется нам собранием таких каких-то скучных ученых, мужей, академиков, которые обсуждают какие-то проблемы ядерной физики или еще какие-то сугубо научные вопросы, то на самом деле у древних греков симпосий, как это не смешно может быть прозвучит, означал ничто иное, как совместную пьянку. Именно так в буквальном смысле и переводилось значение этого слова. Симпосий — это совместное распитие. И в древнегреческих текстах симпосий называли также и тех, кто принимал в этом участие. И на современный язык это можно было бы назвать просто собутыльниками, если бы эти люди пользовались бутылками для проведения подобных мероприятий. Но поскольку греческая традиция отличалась тем, что во время этих симпосий не пили неразбавленное вино, чистое вино в чистом виде считалось напитком варваров, а утонченные греки пили вино, разведенное водой, часто с добавлением каких-то ароматических трав. Именно от этого обычая мы унаследовали выражение «зеленое вино». Почему оно зеленое? Потому что в него добавили зелье, травы. Это зельное вино в изначальном своем значении этого слова. И вот подобные уже обычаи придерживались и жители древнего Сипфориса. Ну, а слуга, который изображен на этой сцене симпосия, несет собутыльником самовар для того, чтобы они могли развести вино в своих чашах горячей водой и, возможно, с добавлением каких-то ароматических масел или настоев. Вот такие любопытные сюжеты можно увидеть до сих пор в городе Сипфорис, частично раскопанном из-под того груза лет, под которым он скрывался. Также очень интересные там сохранились следы системы водопроводной, которая снабжала этот город водой. Это не просто какие-то проложенные керамические трубы, а это, можно сказать, такое целое огромное ущелье, высеченное в породе, оштукатуренное, которое собирало достаточно воды для того, чтобы богатые жители античного города могли обеспечить ею и свои бассейны, и свои симпосии, и все, что только бы им не заблагорассудилось. огромная площадь водосбора покрывала всю окрестность каналами, которые сводили воды выпадавших здесь дождей и каких-то мелких источников вот в эту огромную водоточную водосборную систему, которая уже потом проводила трубами и воду по всем вилам и домам роскошного и благоустроенного Сипфориса. Ну, об этом городе можно было бы еще рассказывать и говорить довольно много, у него действительно весьма такая любопытная история, но упомянем сейчас о том Аббасте в честь святых праведных и Акима и Анны, который лежит на окраине вот нынешнего города, в него нужно, вернее, древнего города, в него нужно ехать немного по другой дороге, сейчас нужно обогнуть вот этот вот холм, и вот у его подножия на территории современного еврейского поселка можно посетить развальны древнего великолепного аббатства Святой Праведной Анны, которое было построено еще изначально византийцами, потом перестроено крестоносцами, и это настолько было масштабное сооружение, что сейчас для богослужений и для жизни немногочисленной монашеской братья используется только лишь часть алтаря северного предела этого храма, там и небольшая часовня, в которой местные католические братья служат, совершают мессы, и их скромные обиталища. Надо сказать, что там живет, ну, по крайней мере, в недавнее еще время жило двое аргентинских монахов, которые с большой любовью и приветливостью встречали редких православных паломников, были очень рады показать им эту древнюю обитель, позволяли помолиться там святой праведной Ане, совершить православные какие-то песнопения, спеть или молебны, и рады были накормить чаем, поделиться своей такой простой монашеской трапезой, будучи действительно очень рады тем редким немногочисленным посетителям, которые все-таки доезжали до этого замечательного места, тех, у кого будет возможность побывать в Сепфоре, все-таки советуем им заехать в это примечательное и весьма живописное место, ну, а также и тех гидов, которые составляют православные экскурсионные паломнические программы, тоже, конечно, хотелось бы попросить включать это замечательное место в перечень достойных посещений, тем более, что здесь подвязались и многие великие египетские подвижники древности, которые были сосланы когда-то сюда в ссылку во времена Юлиана Отступника и пережили здесь это тяжелое время, только благодаря тому, что на помощь и защиту им выступила преподобная Милания Старшая. Наши современные православные святцы знают только почитание ее внучки, память которой мы совершаем накануне Старого Нового Года, 31 декабря, 13 января, но древняя церковь праздновала также и память ее бабушки, преподобной Милании Старшей, которая дружила с Макарием Великим, знала других великих египетских отцов, которых в частности она спасла от голодной смерти, поскольку это величественная римская Матрона приехала в заштатный городишко, который тогда назывался Диасполь и навела там такого с позволения сказать шороха на местных мелких чиновников что те обеспечили страдающих так сказать от голода из-за вынужденного просто недостатка в снабжении всем необходимым пустынных отцов, которые благодаря вот такому политическому и прочему весу преподобной Милании Старшей сумели пережить тяжелые годы ссылки которые они претерпели на Палестине на одном из островов лежавших неподалеку от Сепфориса от этого древнего города также Цепфорис и Сепфорис ознаменит тем что когда-то именно оттуда начали свой последний поход войска последнего Иерусалимского короля Гида Узиньяна когда в 1787 году он вместо того чтобы оставаться в хорошо защищенном и снабженном водой Сепфорис выдвинулся со своими войсками для того чтобы освободить взятые в осаду войсками Салахаддина город Тиберию но потерпел сокрушительное поражение на склонах горы известной как Рога Хеттов и которая являлась одним из вариантов горы блаженства о чем мы тоже уже однажды рассказывали в одной из наших повестей вот именно эту крепость Сифурия оставили войска гида Узиньяна для того чтобы потерпеть бесславное поражение в битве при Тиверятском озере так что город этот его достопримечательности в которых сейчас в основном находится под защитой музея одного из национальных парков государства Израиль можно также вот конечно посетить и получить большую пользу и для ума и для души и для своей любознательности ну а также и помянуть там Пресвятую Деву Владычицу Богородицу которая также если и не имела отношения своим происхождением к Сепфория но также вполне вероятно посещал этот древний город вместе со своим названным мужем Осипом Обручником и своим божественным сыном Господом Иисусом Христом вот таким получился рассказ о тех местах которые связаны с памятью Пресвятой Владычицы Богородицы с празднованием в честь ее преславного Рождества и с памятью ее праведных родителей Акима и Анны которые мы с вами предлагаем в эти торжественные праздничные дни когда совершаем это священное воспоминание Внеси свой вклад Оцени Подпишись и поделись этим видео Редактор субтитров Корректор Субтитров